Школьный проект по окружающему миру за 4 класс «Красная книга» Новгородской области Красная книга – это аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов. Красные книги бывают различного уровня – международные, национальные и региональные, краевые. Виды животных и растений, занесенные в Красную книгу, подлежат особой охране на всей отдельно взятой территории, которую охватывает конкретное издание Красной книги. Виды животных и растений, занесенные в Красную книгу, подразделяются на охранные статусы, характеризующих его состояние на территории области и потребность его охране. Просто взглянув на герб города, можно увидеть животных, которые являются символами этой местности и в древние времена в изобилии водившиеся в этих краях – это медведи и рыба, предположительно волховский сих. С развитием региона и освоением земель, большинство самых обычных животных, растений и грибов стали настолько редкими, что нуждаются в законодательной охране. В этом проекте мы рассмотрим по одному представителю каждого вида и из каждого раздела Красной книги Новоротской области. Раздел 1. Моллюски и членистоногие. На данном этапе к особой охране в Новоротской области предложены представители 46 видов. Одна из них – это обыкновенная жемчужница. Ранее была широко распространена в реке Волхов. Служила объектом промысла для добычи перламутра и речного жемчуа. Однако из-за сокращения численности промысел стал нерентабелен. Личинки жемчужниц развиваются, паразитируя на чешуйках лососевых рыб. Сокращение численности этих моллюсков обусловлено сокращением численности лососевых рыб, которые не могут более преодолеть плотину Волховской Эгэс. Широкопалый речной рак. Среда обитания – пресная чистая вода. Раки очень чувствительны к загрязнению воды, поэтому места, где они водятся, говорят об экологической чистоте этих водоемов. Жук-носорог обыкновенный встречается на территории Национального парка Валдайский. Для его сохранения рекомендуется сохранение природных мест обитаний, отказ от вырубки дуплистых деревьев и раскорчевки пней, а также ограничение отлова жуков в коллекционных целях. Раздел 2. Миноги и рыбы. Новородская область издавна славилась рыбными ресурсами. Список видов рыб и рыбообразных, рекомендуемых к охране в Новородской области, в настоящее время включено 7 видов, 5 из которых внесены в Красную книгу Российской Федерации. Один из них это Европейская ручьевая Минога. Эта Минога является хорошим индикатором чистой воды и совершенно не выносит загрязнений. Поэтому основные меры охраны это предотвращение промышленных и сельскохозяйственных стоков водоема. Минога находится под контролем в Национальном парке Валдайский. Волховский СИХ После строительства в октябре 1926 года Волховской гидроэлектростанции находится на грани исчезновения из-за невозможности добраться к нерестилищу. Популяция Сигалова поддерживается искусственным разведением на Волховском рыбном заводе. Также Волховский СИХ изображен на монете Банка России. Раздел 3. Земноводные присмыкающиеся На территории Новгородской области три вида земноводных и три вида присмыкающихся занесены в Красную книгу Новгородской области. Один из них это гребенчатый тритон. Распространен на территории Национального парка Валдайский. Основным негативным фактором в районе является вселение водоема дальневосточного ротана, который поедает личинок тритона. Обычно в зараженном ротаном водоеме гребенчатый тритон исчезает в течение трех лет. Веретеница ломкая. Вид безногих ящериц. Места обитания расположены на территории Валдайского национального парка и в заказниках Хридровский и Перелучский. Причины сокращения численности это расширение сельскохозяйственной деятельности, гибель на автомобильных дорогах, прямое уничтожение человеком. Веретеницу часто принимают за ядовитую змею. Отлов для продажи и содержания в неволе. Также у этой ящерицы есть естественные враги, которые ее поедают. Это кабан и нотовидная собака. А также она очень страдает от низовых пожаров. Раздел четвертый. Птицы. В Красную книгу Новородской области занесены 47 видов редких исчезающих и уязвимых видов птиц. Черный айс распространен по всей области, но гнездование имеет точечный характер. Общая численность в настоящее время составляет не более 100 гнездящихся птиц. Раздел пятый. Млекопитающие. Млекопитающие, включенные в Красную книгу Новородской области, относятся к четырем отрядам. Шесть видов. Отряд рукокрылые. Четыре вида грузуны. Один вид хищные. Один вид парнокопытные. Наибольшее опасение вызывает европейская норка, численность которой в Новородской области сократилась более чем в три с половиной раза. А в десяти районах области за этот период вид исчез полностью. Раздел 6. Сосудистые растения. В Красную книгу внесены 121 вид высших сосудистых растений. Один из них – Кушинка четырехгранная. В Новородской области вид находится вблизи юго-западной границы своего распространения и произрастает только в северной части области в Любутинском районе, в озерах Никулинская и Шепелевская. Раздел 7. Мохообразные. Мохообразные печеночники – непременный компонент экосистемы лесной зоны. Количество охраняемых видов в Новородской области составляет 49 видов. Один из них – сфагнум болотный. В Новородской области известен только в окрестностях села Болотска в Солецком районе. Причины сокращения – торфоразработки и загрязнения грунтовых вод. Сдел 8. Водоросли. Водоросли – это сборная группа низших организмов, относящихся к различным царствам огранического мира. В Красную книгу Новородской области внесено 22 вида водорослей. Один из них – это Эгра Пилла Линнея. В Новородской области встречаем только в Валдайском районе, в Валдайском озере. Плохо переносит загрязнение водоемов, истребляется при сборе с целью продажи или разведения этих водорослей для аквариумов. Раздел 9. Лишайники. В Новородской области в настоящее время выявлено 356 видов лишайников. Один из них – Этеродермия Красивая. Распространен в Новородской области, найден только в пределах Новородского района в окрестностях деревни Вяжище. Лимитирующие факторы – это вырубка лесов, в которых произрастает вид. Водоросли. Раздел 10. Грибы. На территории Новородской области к настоящему времени известно более тысячи видов грибов. В Красную книгу внесен 71 вид. Один из них – звездовик бахромчатый. В Новородской области известен в окрестностях деревнях Ситня, Солецкого района и в Батецком районе. Лимитирующие факторы – это вырубка лесов. Заключение. Красная книга Новородской области является официальным документом, в котором представлены основные нормативно-правовые акты в области охраны биологического разнообразия и описание, характеризующие актуальное состояние 408 видов животных, растений и грибов, нуждающихся в охране на территории региона. Издание рассчитано на широкий круг специалистов в области науки, природопользования, охраны окружающей среды, регионального управления и правоохранительных органов. Красная книга традиционно востребована в области образования и среди любителей природы. Она является инструментом формирования экологического сознания и организации, сберегающего использование природных ресурсов региона.